Мы, у нас есть переводчики. Сегодня будет все на английском. Приветствую всех. Я думаю, мы можем начинать. Это наше второе занятие. Некоторые из вас попросили нас преподать занятия, сделать об прибежище, об обетах свободы. Это наше второе занятие, и мы уже прошли в прошлом занятии два обета, да? Давайте продолжим. Если у вас будут вопросы, вы можете их задавать, записать в чате. И мы время от времени будем заглядывать в чаты. Третий обет. Не ассоциироваться близко с другими мировоззрениями после прибежища в санке. Мы начнем с общего. Основная причина, почему у нас есть обеты, это все развитие идеи, что относиться к людям так, как вы бы хотели, чтобы к вам относились. Более детальный взгляд, как быть добрым других людям. Вы хотите, чтобы быть с людьми добрыми, чтобы другие люди были с вами добрыми. И поэтому, когда вы осознаете, что вещи вернутся к вам, не только в такой же силе, но и более сильнее к вам вернутся, вы начинаете понимать важность того, чтобы относиться к другим людьми так, как бы вы хотели, чтобы к вам относились. И это нам помогает, как путеводитель, не ассоциироваться близко с людьми, которые не верят в пути после того, когда мы приняли прибежище в санке. Почему? Потому что с этими людьми очень тяжело иметь дело, которые не приняли прибежище в этом пути. Но это шутка. Будь внимателен, кто-то может это разместить в социальных сетях, твою цитату. Это правда. Когда люди понимают причину и следствие, они по-другому смотрят. Они понимают логическую причину, для чего надо быть хорошими, добрыми в любви. Это также отражает то, с какими людьми вы вокруг. Ваше сознание, как зеркало, и вы начинаете... Если вам 18 лет, и вы идете в армию, через 4 года вы уже выйдете солдатом. Если вы 18 лет выйдете в школу искусства, вы выйдете через 4 года художником. Поэтому вы хотите быть вокруг людей, среди людей, которые будут помогать вам двигаться вперед, чтобы избавиться от попаданий. Может быть, что-то добавить хочешь? Да, я думаю, что у меня были сложности с этим обедом. Я помню это, потому что я не знаю, как вы, но когда я начала, когда я начинала, вокруг меня были только люди вокруг меня, которые не делились, не разделяли мои взгляды на пути. И это означало, что мне надо что, оставить моих родителей, моего партнера, никогда с ними не разговаривать, оставить должна своих друзей? Конечно, нет. Что это значит? Это значит, что... Помните, помните, в тот момент, вспомните, когда вы впервые услышали историю о ручке, два мужа на кухне историю. Может быть, это была первая история для вас? Когда вы действительно осознали, что это что-то очень ценное, что эти учения очень ценны, попытайтесь вспомнить, как раним и нежен был у вас ум на тот момент. Фактически, этот обет, он существует, чтобы защитить вот эту ранимость, шаткость нашего ума до того момента, как вы станете более сильными. Когда вы... Нет, вы еще не видели пустоту напрямую, но у вас есть индивидуальное понимание, пустоты становятся сильными, станет достаточно сильными. И вы не только сможете быть с разными людьми в окружении, вы сможете также им помочь. Это не значит, что вам надо не реагировать теперь, не отвечать на звонки ваших родителей, никогда их не встречать, развестись с мужем или с женой. Это означает, что семена... Есть такой временной зазор. Нужно время, чтобы семена сошли. Дайте время, дайте достаточно времени. Может быть, пять лет для того, чтобы укрепить уязвимый ум. Все изменится. И в это время надо избегать людей практически, которые будут вам говорить что-то ошибочное, говорить или неправильное. И вы можете подвергнуть влиянию этих людей. Практически избегать неэтических людей. Особенно таких инфлюенсеров, которые влияют на других людей. Вот то, что я хотела добавить по этому обету. Следующий, четвертый обет. Почитать любое изображение Будды, независимо от материала и уровня художественного исполнения, как самого Будду после принятия прибежища в Будде. Это интересно. Но в христианской традиции есть истории, статуи, Марии, Девы и других святых. И люди будут рассказывать о каких-то чудесных вещах. И если вы понимаете пустоту, становится более понятным, очевидным, что это возможно. что есть целая практика, когда вы вкладываете свою веру в статую, и вы получаете результат из этого. Что происходит, что кто-то в прошлом они видели Будду. это возможно. Есть люди, которые такое сделали, они пытаются это представить каким-то образом, передать свой опыт. Это такая связь, которая может вам помочь, какой-то мостик к тому, чтобы выйти из страданий. Надо уважать. Это в нашей линии передачи. мы смотрим на статуи, как на деятей, которые это не является основной практикой нашей линии передачи. Там, знаете, поклоняются очень сильно статуям, скажем так. У нас есть другие практики, которые дают больше результатов. Но это связь, это путь, как можно избавиться от страданий. Надо уважать эту традицию. И это может быть очень сложно. Может, это память интересно, что я не думала. Я слушала тебя и поняла кое-что. Никогда не думала об этом таким образом, об этом обете. Этот обет для меня это больше кто-то видел это, это священная, скажем так, вещь. И я могу очистить кармических препятствий, если даже новые люди, они могут навредить себе, если они будут проявлять неуважение к этим образом. Например, монахи или монахини независимо от религии. Это важно. какая была одна история про Будду, Дармадата. Это было, он летел на листе и, очевидно, там был потоп и этот листочек, это так упал рядом со ступой. и это было такое благословение, что удалось им прийти к Будду. Может быть, это прошлая жизнь Шарипутра, я забыл. Наверное, это была история про Шарипутру. Я забыл, о ком ушла речь. Есть сила у этих священных объектов. В одном из курсов ACI, я забыла, в каком из них, DCI курсов, есть эта история. Бен Крамер точно знал бы эту историю. Инна как раз переводит вопрос Татьяны Сомашкевич. Что можно думать, о чем можно думать? Это всегда, это как циклы, круги, концентрические круги. Если мы говорим, что камешек падает в воду, там будут волны. Мы говорим о концентрических кругах. Есть ближе и дальше, и дальше, и дальше. Каждый круг. Центр, когда вы видите образ Будды, вы думаете себе, о, это некрасиво нарисован Будда. Я не знаю, кто такой Будда на самом деле. Может быть, что-то неправильно с этим образом. Может быть, должно быть семь, восемь Будды медицины, а они нарисовали семь. Это ошибочно, это неправильно. Может быть, это неправильно. Будьте внимательны с тем, что вы думаете в уме, особенно если вы критикуете или, например, выбрасывать какие-то образы. Нельзя выбрасывать рисунки Будды или книги, потому что это создаст большие керамические преграды. Это маленькая вещь, кажется, маленький шаг. Если вы выбросите сутру или образ Будды, потому что это связано с просветлением, этот маленький шаг может создать большие препятствия. Через несколько лет вы можете решить, я знаю путь, не нужно больше им идти, и вы просто уйдете. Что-то такое может произойти. У нас есть коробки и коробки этих учений дармы. Я их уже не читаю, но они у нас в шкаху. Но все связаны с дармой. Если вы можете там будет церемония, можно будет передать, можно сжечь на специальные церемонии старые учения, но у меня очень большие коробки, я бы не мог привезти в Даймонд Маунтинг, в Алмазную гору. Есть люди, которые мы говорим в любом из этих обетов практически вы можете говорить о том, что они значат, как себя вести с ними. Например, вам надо действительно рассматривать каждый образ как реального Будды. Если бы был настоящий Будда, я бы действовал, наверное, себя по-другому вел, в отличие от какого-то образа Будды. может быть, я больше внимания уделил бы больше настоящему Будде, чем рисунку, но если люди были в Индии, такие были люди, у них была такая практика, они смотрели на статую, у них перед статуей они бы относились к статуе как к святому существу, одевали бы, умывали, поклонялись святому большинству, но это не надо так далеко идти. Есть другие вещи, которые можно делать. Можете себе представить через ваше мышление, что как вы думаете, вы можете трансформировать статую в реального Будду. Если вы можете это сделать, попытайтесь трансформировать своего партнера, это более веселая задача. Есть истории про эти статуи, которые говорят с людьми, дают им советы, я думаю, это возможно, я никогда лично этого не видел, я думаю, что это возможно, и я сейчас чувствую, что мы немножко странно объясняем, я хочу логику объяснить, почему? Некоторые из вас не проходят ICI номер 13, когда у нас была дискуссия про ЧИ и ЧЕДРОК. И ЧИ это что-то такое очень общее, это общее, это качество, и ЧЕДРОК, то, что мы называем, это конкретное, характерное. И характерное в русском должно переведиться как, это не имя существительное, прилагательное, потому что это характерное для этого качество. Это что-то конкретное из этого качества. Например, Тойота для автомобилей имеет все качества автомобилей, автомобиля. Это конкретно виды автомобиля. автомобиля. Вы можете подумать о том, что вы что-то воспринимаете как живое, очевидная причина, неочевидная причина, или живая и неживущая субстанция. Живая и неживая субстанция. Например, какая связь между как же это сказать, какая взаимосвязь между Тойотой, Тойотами и автомобилями. Это происходит из ваших семян. Общие и характерные характеристики. Характерные. Это все исходит из наших семян. У нас может быть семена того, что мы видим, чтобы оно было чем-то другим. Например, такого же цвета и размера. Да. Вы засеяли просто другие семена, и вы увидите что-то другое. Какая взаимосвязь между общими вещами и конкретными вещами. Но должна быть это обязательно, то, что вы видите сегодня как автомобиль, быть автомобилем завтра. Нет. Не должно быть. Это зависит от ваших семян. это очень кратко, более детально на SCI 13. Это очень кратко. Я осознаю, что некоторые из вас, наверное, еще больше запутались. Пустота настолько могущественна, экран настолько пуст, и ваша способность вашего ума проецировать образ на экран очень настолько сильна. И люди, которые проживали этот опыт с статуями, они посетили десятки лет для того, что служили этому святому существу, надеясь на вот этот духовный контакт. Я при этом думаю, что это не очень распространенный опыт. Но почему-то возможно, причина почему-то возможно, то, что вы думаете, если что-то живое или не живое, оно связано, имеет это качество имеет тоже свою пустоту. Пустые вещи пустые, самосуществование, чтобы они были живыми. То есть, они существующие не будут живыми. Хорошо? Зашли, запутали достаточно, двигаемся дальше. Чудеса возможны. Хорошо. почитать любой написанный текст, даже одну букву и алхабит, как саму дарму после принятия прибежища в дарме. Похоже, с предыдущим обетом, только мы говорим сейчас о тексте, о письменном тексте, о написанном документе. И снова же, поскольку это связь, это ключ, это часть пазла, выйти из страданий, избавиться от страданий, помочь всем живым существам. Надо очень быть внимательными специальными семенами. Не выбрасывайте буддистские тексты, тексты, книги Герша Майкла. Даже ваши записи и даже ваши дневники шестиразовые нельзя выбрасывать, потому что они священные. Но если вы видите, они даже дальше идут, как вы видите, все, что написано. Почему вы не можете выбрасывать все, что написано, потому что если у вас немножко другие семена, когда у вас будут немножко другие семена, все, что вы будете читать, это все будет дармой. все. Тогда надо сохранять все, пошутил Майкл. Да, Билл, надо все сохранять. у вас есть некоторые, может быть, проще так сказать, на более глубоком уровне, что происходит, когда вы видите образ Будды, или что-то, что написано, что представляет, отражает дарму. у вас есть особые семена, очень редкие семена, алмазные семена, невероятно редкие семена, они всходят, и вы видите что-то вне вас, которое является священным. И больше семян будет таких возникать, если вы будете это все относиться к нему, ко всему этому с уважением. Если вы будете относиться к этому без уважения, тогда будет много преград. Да, вы можете сжечь, это уважительный подход. Они говорят, что шестиразовые дневники, монахи выбрасывали в Тибете, я не рекомендую вам это делать, потому что я думаю, что лучше сжечь, потому что вы не хотите, чтобы загрязнять округлающую среду. если у вас есть чистый взгляд, это что-то священное, ну, тогда выбросьте в рейку. Если это бумага, если это бумага, никакого пластика, конечно. Али озеро, в реку ль озеро. Это тоже похоже к вопросу о том, работают ли молитвы. если Будда не может нам дать семян, если Будда может только преподавать, что дает молитва к Будде? Ответ, когда вы молитесь, вы засеваете семена в вашем уме, получить в будущем помощь, которая вам нужна, в будущем. они могут дать вам беду, они могут вам помочь, когда вы об этом просите. Вот это помощь от молитвы. Если вы пятилетний мальчик, который молится о велосипеде на Рождество, это, наверное, может не сработать. Если вы просите о помощи для всех живых существ, это будет очень мощная молитва. У нас есть несколько вопросов здесь. где как отдавать на переразработку изя тексты и можно ли удалять электронные тексты. Я думаю, что тут нет проблемы с электронными текстами, не будет проявления неуважения, когда мы так делаем. вся идея, представьте себе, что вы выбрасываете в мусор этот текст, вы увидите, это будет в мусоре с другими грязными вещами. вы не хотите относиться к своим текстам, домашней работе и к дневнику как грязным вещам. еще один способ, как я слышал, что было сказано, что можно было сделать, как можно было это сжечь. Поэтому мы говорим, что у меня такие большие коробки с старыми моими материалами, надо еще иметь возможность их сжечь, это как надо большой огонь для этого и надо место. Поэтому смешанные орешки и ACM начали спекать использовать распечатанные вещи. Вы ничего не увидите. Может быть только книга, которая уже готова к публикации, финальные копии, распечатанные, чтобы показать спутерам. Иначе вы не увидите ничего распечатанного от ACM в Седонском колледже или классика алмазного гранщика, потому что АМХ-11 или башня Сюэнзана. Никогда. Потому что это проблема, как это избавиться от этих материалов. И правильно постарайтесь сохранять, сжигать, или все-таки не в печатном виде сохранять материалы. Так будет проще. Каждая буква может стать дармой. Это правда. Шестой пункт. Почитать даже нитку из шафрановой накидки, как саму санху после принятия прибежища в санхе. санхе. Вы можете увидеть, что мы сейчас проходим через Будда, Дарму и санху. Мы проходим через три места убежища. И роба представляет санху, монашеская роба. Санха как драгоценности, люди, которые напрямую увидели пустоту, они санга. Это любой человек в вашем сообществе. Но мир так представлен. Люди, которые видели напрямую пустоту, это снова же ключ к тому, чтобы убрать страдания ваши. И сообщество это поддержка, чтобы вы могли увидеть пустоту напрямую, и чтобы вы могли избавиться от страданий. И также вы никогда не ошибетесь с этим своими драгоценностями и представлениями, если вы будете помнить о пустоте. Потому что почему я вижу образ Будды сам по себе, чтобы иметь возможность увидеть образ Будды. Представляете, какие семена вам надо было сеять, чтобы это случилось? Вы думаете, это происходит в любом мире? Потом у вас есть тексты, вы можете понимать эти тексты. Есть люди, которые работают и идут по духовному пути, может быть похожим на ваш путь, и вы в хорошей компании, да? Вы хотите продолжать этот путь, или чтобы так происходило, или хотите прекратить, чтобы вас меньше было такого, даже если это не ваш путь, но это путь другого, это также будет мы нарушим этот обет, если мы будем проявлять неуважение мусульман, христиан и одежды в других традициях. Может быть, эта традиция, вы думаете, не совсем правильная, но извините, чьи семена это? Засевайте лучшие семена, вы увидите всех монахов и монахинь, которые следуют правильным учениям согласно вам. Они будут соответствовать вашим им. Есть такая идея в христианской церкви в Юхоросии. Вы заходите, вы вино и кусочек причастия у нас называют, да? Это из последнего ужина. Помните, вот ешьте это тело мое, это пейте это кровь моя. И идея, что вы можете немножко пригубить вина и проскурка называется еще в церкви. Это вот как бы соединить нас с этим. В католической церкви не думают, что это символически, они думают, что это буквально технический принц принц санциация. Я такой термин перевозь слышу. Это действительно, вот вы принимаете как будто бы как кровь Иисуса и тело Его. Лично я переубежден, что это буквально, это действительно тело и кровь Христа. у нас также с этими трема вещами. Это тоже представление чего-то такого, что важно для нас. У нас вот есть вопрос, должна ли я думать о каждом монахе или монахине. Это не о монахах сейчас. И о том, что мы, да, в какой-то степени, да, что это о пустоте. Но это более глубоко сейчас. Когда вы видите монаха, какого-либо монаха, независимо от традиции, спросите себя, что вы думаете, что вы видите. И если вы как я, я думаю, о, есть кто-то, кто посвятил свою жизнь, чтобы достичь какой-то истины, какой-то, может быть, это другая традиция. И, кстати, чем дальше вы пойдете по этому пути, лучше вы будете понимать, что другие традиции, они тоже имеют смысл. Я имею в виду, это один из, так сказать, это один из знаков вашей мудрости и зрелости, как буддиста, вы никогда не будете критиковать другие традиции. Почему? Потому что у нас, в нашей буддизме есть четыре с половиной школы внутри буддизма, и Будда сам по себе преподавал четыре с половиной школ, четыре неправильных и половина правильных, потому что он хотел, чтобы наш ум, чтобы постепенно раскрывались наши семена, чтобы был некий процесс раскрытия сосокьева, ум сосокьева, и ум, сознание обычного человека. Почему вы думаете, что они могут пройти через что-то простое и сделать так, чтобы люди начали только были в буддистском пути? Почему? Может быть, на других уровнях тоже могут преподавать мораль и этику? Знаете, все ли монахи Арии? Каждый ли монах видел пустоту напрямую? Если вы действительно честны с собой, мы не знаем, мы не знаем в ту или другую сторону, мы не знаем. Кто-то мог некоторые из них будут себя вести так, как будто бы они увидели. Давай поговорим про кафе монах монахинь. Вы не знаете. И совет тут позже. Просто относитесь к каждому, как будто это эманация Будды, если возможно. Хочешь поговорить? Маленькое, есть небольшое кафе монахинь. Это интересно. Я думала, почему так происходит, но мой отец и сын живут в соседнем селе Вэлмэк, и у нас Катя Майрэвко, наверное, вы слышали, она переехала в Чикаго. Она живет, недалеко от нас живет. у нас есть как бы офис, у нас есть место, небольшое кафе, где мы собираемся как в офисе. Очень много людей там, потому что это хорошее кафе. Нам надо было какое-то место для встречи, мы туда нашли это кафе, это интересно. На той же улице, мой любимый, там есть два магазина, которые использованы вещи там, секонд-хенд, но полностью благотворительные. Оба магазина, они являются благотворительными. Заходите в кафе, и вместо официанта есть монахини, католические монахини, которые говорят по-французски в Чикаго, в Нос-Шопсетте. Я была шокирована. Очевидно, они француженки, потому что там они говорят по-французски лучше, чем по-английски, и они из аббатства Сент-Роджерс. Мне кажется, откуда-то из Висконсина они сказали. И у нас такой был момент, я думала об этом обитии очень много. Вы можете даже, это кафе, там можно даже купить кино. Там продают какие-то печеньки, кофе, сладости. Вы сидите там, и монахини вас обслуживают. И у меня было все время такое странное ощущение. Я должна вам служить? Это так странно, неудобно даже как-то, неловко. И они такие приятные, милые. Я наблюдаю за ними, и у меня я никогда не думала, они следуют ошибочному пути. Просто наблюдаешь их, и они следуют своему пути. Я не знаю, кто они, но потому что они пустые, они могут быть кем угодно, чем угодно. Они могут быть слугами, официантками, монахинями, ариями. Просто наблюдайте за вашими семенами, что вы думаете о них, и постарайтесь сделать ваши семена лучше. Просто наблюдайте за вашими мыслями, и постарайтесь их улучшить. Мы не знаем, что происходит в жизни других людей. Мы не знаем даже те люди, которые совершенно близки к нам. Итак, седьмое. Принимать прибежище снова и снова, вспоминая о благих качествах объектов прибежища. Какие у нас есть места прибежища? Будда, Дарма и Санга. Особенно драгоценности Будды, Дарма, Санги. Драгоценность Будды – это Будда сам, и его сознание, пустота. Дарма это пустота. И все, что он достигает, дело удовольствия эманации, оно все возможно через пустоту. Дарма, драгоценность Дармы – это прямое восприятие пустоты. Это ключ к тому, чтобы выйти из страданий. И драгоценность Санги, люди, которые видели пустоту напрямую, все возвращается к пустоте. Это когда вы можете начать избавляться от ментальных омрачений, которые приводят к страданиям и избавиться от них навсегда. Особенно для того, чтобы прийти к прямому восприятию. И все эти места прибежища, они все связаны с пустотой. Как мы можем избавиться от страданий? Как мы закончим войны, старение, заболевания и смерть? Через пустоту. И по этому вопросу многие люди задают вопросы. У меня нет я не могу вспомнить об этом. Когда я изучаю что-то, тогда я помню. Но когда я в обычном состоянии, я не помню. Какой совет дать, чтобы не забывать об этом таким людям? Запишите, да, вы принимаете то, что как человек вы будете иногда забывать, и что это часть пути. Шестеразовая дневник помогает очень в этом плане. Это очень хорошее обучение, тренинг. Это заставит вас думать об этом хотя бы шесть раз в день, о пустоте, о других вещах, связанных с пустотой. Каждый обед, он связан с пустотой. нет смысла делать шестеразовый дневник, и каждый обед основывается на том, что мы можем изменить дневник шестеразовый поможет, если у вас есть сложности помнить. Восьмой обед, прилагать первую часть любой еды и питья объектам прибежища в память об их доброте. Будды могут быть голодными? они становятся нет, а зачем вот это мучиться и давать им еду? Да, потому что Буддам не нужна ваша еда. Вам надо делать подношение Буддам. Будут ли они радоваться, будут ли чувствовать радость от того, что вы предлагаете им еду, да, блаженство, да, но у них нет этой потребности, чтобы брать вашу еду или пробовать вашу еду? Помню, это был тяжелый обед для меня. Было для тебя сложно? Я много готовлю для других людей. Предлагать еду это одна часть из моей жизни. Да, иногда мы можем, например, у меня не было проблем с подношением, мне всегда нравится кормить других людей. У меня была проблема, когда сама ела. я помню, я как-то я была в Швейцарии, это были ретриты, у нас была молитва, особенная молитва, чтобы здоровье, оздоровить людей, чтобы там была строка в этой молитве. Я жалею, что я принимала еду, как волк. Если я забуду молитвы, забыть молитву сказать перед едой, то мы вспоминаем, что мы не в ешь. Потому что я была поражена этой фразой, что я ела мою еду, принимала мест посвящения, как будто я волк. Ого, я не хочу таким быть. Так было, оказывается, кушать было важнее, чем посвятие. Значит, я больше похожа на животного, а не на живую. Я действительно очень это меня впечатлило. Но есть еще молитва, особенно молитвы, вы можете создать свою. Это должно быть просто быть, она должна быть про пустоту. Еда, которую я вижу, сама, сам, и еда, это все пусто. Это может быть нектар бессмертия вместо моей еды? да, если я засею лучше семена. Вот в чем идея. И посвящение, это для того, чтобы, конечно, получить просветление, достичь просветления. Вот это формальная молитва. И хотя бы, как говорит Геши Майкл, когда он давал обеды, хотя бы пообещайте, что вы скажете ОМАХУМ три раза до того, как начнете кушать что-то, до конца своей жизни. Если не знаете, что сказать, делать, просто три раза скрыть ОМАХУМ три раза перед едой. Есть особенная молитва, которая посвящена именно посвящению перед едой. Я ее скажу, эту молитву. Нету, другую. Официальная молитва. Ее можно найти в английских материалах в каком-то из курсов. Теперь у вас есть разрешено цитировать эту молитву, и мы ее разместим вместе, если хотите, эту молитву, чтобы вы могли повторять. Это молитва, которую можно использовать в открытых учениях. И молитва говорит, что я принимаю приближище, я подношу трех драгоценностям эту еду. Пустота, пустота, пустота. Следующий. Сколько должен длиться? У нас еще 15 минут. Давай час. Мы час. Наш план такой, что мы прекратим занятия через 15 минут. Геши Лау всегда придерживался такого плана, чтобы ровно час и все. Девятый. Пощать других, принять прибежище. Это легкий обед. Есть разные способы, как это можно сделать в Америке. есть люди, которые придут, будут стучать вам в двери, будут вам пытаться рассказать о Боге, о кресте. Они будут на углу улицы стоять, рассказывать. Это не очень хорошо выглядит со стороны. Вы знаете против чего? У вас нет представления того, кто они, где они на своем духовном пути. Это ошибочно. Я тебе расскажу, что ты должен делать. Но мы живем в стране. Как можно поощрять других, принимать прибежище? Да, мы живем в страдании, как можем поощрять других, принимать прибежище? Мы только завершили CI2, все равно вернется к пустоте. И что мы делаем с пустотой? Вы живете счастливую жизнь. Вы относитесь к другим людям с добротой, и мир вам возвращается. Но если мы говорим о прибежище, это помогает другим людям быть счастливыми, здоровыми, иметь счастливые отношения, зарабатывать деньги, иметь ясный ум и достигать своих духовных целей. Люди видят это как не мотивированы вашим примером, и не спрашивают, как ты это делаешь, как ты этого достиг. Да, я имею в виду, что принимать прибежище, использовать эти идеи, чтобы они работали в вашей жизни, принимать прибежище. Я знаю, что ничего не должно быть самим по себе, это все происходит из моих семян, я работаю над своим сознанием, я не обвиняю других, я не критикую, я не преследую их, чтобы они поменялись, я обвиняю себя. И приощрять других принимать прибежище, это не преследовать их, чтобы они приняли прибежище, это стать живым примером практически, и тогда придет время, когда люди придут к вам, я отвечаю, что у меня случилось это, со мной так было, избило, люди придут к вам, и они спросят вас, можешь дать, помогите мне принять обеты, научите меня, как стать более хорошим партнером, обучить работать деньги, это принимать прибежище, если вы вопрошены в какую-либо деятельность ACI, или координацию ACI, или переводах, или управление колд клаба, общаться спокойной ночи, клуба DROPROJECTS, Мария Питер, проект Марии Питера, Геше Майкла, ну, все это вы можете поставить плюс здесь, вы вдохновляетесь принять прибежище, потому что люди меняют свою жизнь благодаря вам. Десятый, принимать прибежище три раза в течение дня и три раза в течение ночи, вспоминая об его благом влиянии, благом влиянии. Это шестый разовый дневник тут поможет. Каждый раз, когда вы записываете что-то хорошее в дневнике, это возникло из пустоты, каждый раз вы пишете что-то негативное, это может, да, это причинно-следственная связь, тоже в пустоте, вы постоянно шесть раз в день принимаете прибежище, когда вы это делаете. Это формальные молитвы, которые вы можете цитировать, говорить, проговаривать. Это нелегко, конечно, иногда придерживаться шестеразового дневника и записывать днем. Разные люди проходят разные трудности с этим. Иногда в начале люди имеют трудности, потом в конце. Некоторые люди, я делала мой дневник, заполняла, я не думаю, что я пропустила хотя бы один, пять лет в начале. Потом семена износились, в один день я поняла, что я не заполняю свой шестеразовый дневник, я забываю. Разные вещи могут происходить, жизнь-то жизнь. Не критикуйте себя, просто попытайтесь найти хитрый способ, как возобновить заполнение дневника. Может быть, вы не будете это делать на бумаге, может быть, делать будете это в электронном виде. Если это не работает для вас, вы захотите иметь партнера, чтобы писать друг к другу шесть раз в день что-то. Потому что я проходила все фазы, и что я могу вам сказать, что вы должны быть креативным, находчивым. Надо найти, находить новые, инновативные, креативные подходы, чтобы продолжать заполнять шестеразовый дневник. Это очень важно. без чтения. Если вы не будете этого делать, вы начнете забывать эти обеты, и тогда у вас будет неудача в применении этих обетов и практике этих обетов. Макс деньги идут на поддержку европейской версии ACI, ЭКМ, Академия Классической Мудрости. Я не переживаю, что мои деньги где-то, знаете, зря потрачены. Нет, едно работает. Одиннадцатый обет. Полностью полагаться на объекты прибежища во время любых предпринимаемых действий. Мы говорили об этом обете не напрямую с группой людьми несколько дней назад. Как оставаться на пути был вопрос. Сложно? Как продолжать двигаться дальше? Ответ нет выбора. Вы или делаете с намерением это все, или безнамеренно. И результаты будут намного лучше, если вы будете это сознательно делать с намерением. Нет какой-то внешней силы, которая вас может заставить. Это не случайные вещи. Есть причинно-следственная связь с каждой вещью, которая со всем, что вы делаете. Это связано на отношении, и все пусто. Вы знаете, когда мы принимаем прибежище, у вас есть некое желание защиты. И чем больше вы будете идти в прибежище, это будет возвращаться к пусоте Будды, Дармы и Санги. Если это вы это делаете сами, это не внешняя сила, которая вам помогает, потому они говорят, полагайтесь на эти объекты, и если будут сложности, будут проблемы, если вы человек, единственный способ, как решить их, это через прибежище. Просто доверьтесь процессу. у вас будут сомнения до того, как вы увидите, пока вы не увидите пустоту напрямую, или у вас будет высокий уровень интеллектуального понимания. Но нет ничего другого, что вы могли бы делать. Просто доверьтесь процессу и продолжайте. Хорошо. И последний обед на сегодня, с момента принятия прибежь, не отрекаться от трех драгоценностей, даже если это стоило бы жизни, даже в мыслях. Не отрекаться от трех драгоценностей. Никакой ситуации. Были моменты, особенно в Индии, в Тибете, когда монахи убивали, монахов убивали, потому что они были буддистами. Я же в шутку. Я не думаю, что у нас такого не будет ничего в ближайшем будущем, надеюсь. что-то, что мне надо было раньше упомянуть, эти обеты, они станут вашими друзьями, и каждый друг, любой друг, у них будут более глубокие уровни. вначале вы просто ознакомитесь с имя, где живет друг, что ему нравится, и так далее. Эти обеты также, чем больше вы их будете практиковать, они будут открываться для вас, и вы увидите, что есть глубокие уровни. Чем больше вы будете развиваться в своих учениях, в изучении дармы, в ваших занятиях, в вашем духовном развитии, скрытии, вы больше будете понимать и уровни этих глубоких этих обетов. Может быть, никто вас не будет именно этому обучать, вы просто сами поймете лучше. Это не должно быть, должен быть кто-то, кто вам расскажет об этом и поможет лучше понять на глубоком уровне. Но этот, даже в шутку, нельзя отрекаться от трех драгоценностей. Некоторые отдали свою жизнь, некоторые буддисты, я даю свою жизнь, но я не отказываюсь от трех драгоценностей. Если вы прочитаете сказки Джеката про прошлой жизни и Будда Шаке Муни, Джеката, сказка, Джеката, это они все такие, или половина из них. Что это значит на самом деле? Это означает, что это похоже с предыдущим обетом. В любой ситуации, в любой ситуации, вы не принимаете решение на основе того, что происходит. Мир может быть сумасшедшим. У нас есть люди, которые в Киеве, в Сумах, Харьков, и такими же. Вы знаете, как бывает может быть жизнь вокруг вас. Трюк, хитрость, когда это все сумасшествие происходит, это всходит в ваши семена. Оно взошло и умерло, как мой друг умерло и сварилось, если буквально. то, что вы делаете, через то, что вы воспринимаете, это именно наше действие заседано в семьях. и надо разъединить этот процесс полностью. Чем более ужасный мир вокруг, тем более счастливым вы должны быть отдельно. В любой ситуации, независимо от того, что происходит, вы думаете о том, что вы засеваете. Вы не думаете о своих реакциях. Реакция это бла-бла-бла, это не вы думаете о том, что вы засеваете сейчас. И тогда это важный аспект ежедневной жизни этого обеда. Что-то еще добавить? Это все. Нам удалось вовремя. Может быть, впервые нам удалось вовремя завершить. Потому что мы хотим сами развиваться и улучшаться. Мы хотим быть лучше. И это очень интересный предмет для обсуждения, разговора. Самая интересная тема для беседы это то, что сделать нахуй лучше. Я предлагаю сделать перерыв. Мы будем в Алмазной горе следующие две недели. Потом мы можем продолжить и пройти следующие обеты. Через три недели мы пройдемся по следующим обетам мирянин. и мы как раз ведем обеты свободы. Спасибо всем. Спасибо переводчикам. Кланяемся вам. Я знаю, как это сложно переводить. И также не забывайте, что вы засеваете великие семена. все эти крутые люди, они все были переводчиками в истории. Спасибо за то, что всем, что даете нам засевать эти семена. Спасибо большое. Благодарю всех. Спасибо.